День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года. В этот праздник традиционно поздравляют крепкие семьи. В Севастополе таких немало. В городском центре культуры и искусств представители правительства, законодательного собрания и профильных организаций поздравили пары, которые вместе более 25 лет. В воспитании самое главное – это образец, чтобы было на кого равняться. И спасибо вам за то, что наши молодые севастопольцы, юноши и девушки, ну, хочется верить, равняются на вас. Благополучия вашим семьям, здоровья, мира и добра. С праздником! По словам заместителя губернатора Юрия Кривого, быть семьянином – это великий труд. А в нашем городе есть семьи, которые прожили вместе и 50, и 60 лет. Это очень уважаемые семьи, которые пользуются уважением у окружающих, которые воспитали детей достойными членами нашего общества. Сейчас воспитывают внуков и правнуков. Супруги Янченко вместе уже 51 год. Поженились Валентин и Людмила 13 мая, вопреки всем народным приметам. Воспитали дочь, внуков и правнучку. Секрет, наверное, взаимопонимание. И доброта, конечно, любовь. Все в жизни было. Но доброты больше и больше было хорошего. И счастливых дней было больше немного. На праздник пригласили и пары победителей регионального этапа конкурса «Семья года». Их кандидатуры будут направлены в Москву для участия во всероссийском конкурсе по номинации «Молодая семья», «Многодетная семья» и «Семейные династии». Даже крепким семьям нужна поддержка. В России для этого существуют специальные программы. Государство очень много делает на самом деле для сохранения семьи, для укрепления семьи и, главное, для повышения рождаемости. Потому что повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации – это одна из основных и приоритетных целей, которые указал в своем указе, в новом майском указе наш президент Владимир Владимирович Путин. В нашем городе семьи не остаются без внимания. Профильные ведомства делают все, чтобы разводов было меньше. Для популяризации семейных ценностей детей и родители приглашают на совместные мероприятия. Празднование Дня семьи, любви и верности – одно из них. Молодежь брала пример, что вот такие семьи долгие, 50 лет, и полный почти зал людей. Чтобы молодежь смотрела и радовалась, и брала с нас пример. Символом праздника стала ромашка. В этот день плетут венки из цветов и дарят букеты. Традиционно многие пары хотят зарегистрировать отношения именно 8 июля. Верят, что брак продлится долго. А о том, как пронести добрые отношения друг к другу, через многие годы узнали Наталья Мешкова, Татьяна Бурдастых, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.